Вот такое оружие, оно, конечно, очень быстро стало популярным, в первую очередь, в боевых частях американской армии. Почему? Оно было компактным, обладало хорошим останавливающим эффектом, оно было автоматическим и легким. Конечно же, у него были очень много достоинств, и поэтому после окончания Второй мировой войны, вот американская оружейная промышленность и вообще американская армия, они как раз пошли по пути развития именно этого типа оружия. То есть, М-14, с которой американская армия встретила там и войну, и в Корее, и начало Вьетнамской войны, оно было вот как раз на основе вот такого вот оружия. Игрушечное вообще. Да, оно очень легкое, но вполне эффективное, в общем-то. Похоже на воздушку, мне кажется, на современном этапе. Ничего не везет. Но это типа автомат, да, получается? Это, ну, грубо говоря, такой. Ну, грубо говоря, это такой аналог самозарядной винтовки. Все-таки это самозарядная винтовка в таком укороченном виде, все-таки карабин, как карабин. И здесь можно вести стрельбу как одиночными, так и автоматически. То есть, просто она очень легкая, она очень компактная. Компактная, то есть, она прям вот, ну, в общем, то, что он, то, что он как в руке, как летая сидит. В общем-то, ну, они вот как раз появляются уже в ходе войны, такие оружейные системы.